Спортивная улица, дом один. Здесь отныне будет проживать ветеран Великой Отечественной войны Борис Канельский. Входя в свою новую квартиру, 94-летний фронтовик не может сдержать слез. В последний раз он плакал от радости, когда пришла весть о победе. Враг был силен, хитер, и он завоевал всю Европу, прежде чем напасть на Советский Союз. И был разгромлен, потому что воля народа была крепче всяких немецких танков, немецкого вербахта. Мы победили, и это самое главное, потому что сейчас мы живем в мирной стране. О жилищной проблеме ветерана местной администрации известно давно, сказал глава муниципалитета Алексей Спаский. Область очень зарегулирована законодательно, и так вот напрямую предоставить из муниципалитета квартиру в, по крайней мере, обозримом перспективе было невозможно. Тем не менее, вопрос нужно было решать, и мы приняли решение обратиться к одному из застройщиков, который осуществляет деятельность у нас на территории при содействии нашего губернатора Андреевича Воробьева. Данный вопрос был очень-очень оперативно решен. Квартиру предоставил застройщик микрорайона «Пригород Лесное». Генеральный директор управляющей компании «Самолет» Дмитрий Ариничев считает правильным решение о таком подарке ветерану к Дню Победы. Для нашего поколения, тем более в юбилейный год Победы, очень важно обеспечить комфортом максимальным наших ветеранов. Для нас это честь и гордость, потому что Борис Харитонович – ветеран легендарный, будет проживать в нашем микрорайоне «Пригород Лесное». Ремонт пока еще не завершен, остались последние штрихи. Но уже 9 мая Борис Харитонович сможет справить новоселье. В эту торжественную минуту ветерана поддержали старые друзья – участники клуба «Ночные волки». От лица мото-клуба «Ночные волки» для вас, от нас от всех трикратно – гип-гип! Ура! 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 Этот день Борису Канельскому запомнится еще по одному важному моменту. Под своим окном он посадил юное деревце липы, как символ Великой Победы. На табличке написано. Он хотел, чтобы тот, кто читает этот текст, не забыл о 27 миллионах павших в самой страшной войне. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.